Забинфо.ру. Первый информационный сайт Забайкальского края. Забинфо.ру. Первый информационный сайт Забайкальского края. Ну вот даже немолодые у нас принимают участие, скажем так, в хобби группы, то есть женщины, которые первый раз вообще вышли на сцену, конечно, для них это, в принципе, такой ответственный шаг, то есть как не для тех, кто постоянно этим занимается, да, то есть представьте человеку, грубо говоря, за 40 лет и вдруг он вышел на сцену. Весь вечер был наполнен восточными мотивами. Зрители как будто попали в сказку, где танец является важной частью диалога и общения. Каждое выступление, словно маленькая история, была наполнена традициями Востока. Например, танец Александрия перенес в эпоху юных рыбачек, которые встречали своих моряков, кружась под музыку с черными покрывалами милая. На самом деле, хотя Александрия считается фольклорным танцем, он не имеет древнего происхождения. Его создал великий танцор и хореограф 20 века Махмуд Реда, как сценическую театральную интерпретацию жизни египетского города Александрия. Необычным номером был пламенный танк, где следились мотивы латинского и арабского танца. Девушки в длинных красных платьях завораживались своим огнем и энергией. Каждое выступление сопровождалось своей предысторией, которая как будто приоткрывала завесу таинства движений и ярких костюмов. Например, о танце прервно зонтиками зрители узнали, что сам зонт появился еще 3000 лет назад, как атрибут знатного человека. И чем богаче и важнее был человек, тем у него было больше зонтиков. Восточные танцы присущи не только восточным девушкам. Юные и уже зрелые жительницы Читы весь вечер изящно и грациозно исполняли танец живота и легко притягивали внимание к своим движениям на сцене филармонии. Анастасия Дремова, Анна Хвостова. Специально для Забонфору.